здравствуйте друзья сегодня хочу вам показать свои фикусы опять это верхушка бывшая это то что осталось ну не просто показать я хочу наглядно показать пример того как солнце освещение влияет на цвет листьев самое стало интересно вот эта верхушечка вот такой листик вылез прям такой салатовый салатовый вот на фоне предыдущих листьев когда еще это растение стояла на солнце вот и берем ну казалось бы мало ли молодой листик он потом может быть приобретет окраску может быть и приобретет ближе к темному может быть вот а теперь смотрим новые молодые листики у этого растения которое стоит на солнце вот они такие загорелые вот они вот такого цвета выходят из кокона называю это коконом потому что так интересно все таки появляются листики у фикусов такой кожуре вот у них которые на солнце стоит на южном окне вот такие вот темненькие листики которые ну где-то в полутора метрах от окна стоит растение вот у него появилась вот такой вот светленький листик и к моему счастью эта верхушка явно прижилась раз у нее вот уже явный рост вот это будет мой подарок человечку одному есть всякие поверья про эти фикусы вообще про фикусы я конечно в них не верю но знаете как вот эффект плацебо главное верить человеку да и вот собираюсь подарить фикус одной своей подруге пусть у нее все будет хорошо и он у нее будет расти вот такие красавчики так новости от каратона ну скорее всего я накрыла конечно в очередной раз баночкой с дырочками на этот раз но похоже там уже все то есть он уже его даже отставила не очень освещенное так скажем место но тут меньше солнца и я так думаю что он уже все ну зато появится лишний горшочек который мне нужен кстати у меня уже планы на этот горшочек вот тут у меня глухсиния скоро будет распускаться тут у меня целая платация их глухсинии аллоказии мимоза стыдливая фикус который мы сегодня с вами уже видели так здесь верхушка слава богу с ней все хорошо верхушка от того бенька кратона вот она уже чудесненько себя чувствует ну хоть верхушка осталась в общем что было к тому и вернулась я пусть растет пусть растет на этот раз я уже такую ошибку не сделаю пусть она тогда побольше вырастет не знаю почему так получилось остальные кратоны нормально восприняли обрезку а этот прям какой-то нежная душа так тут мои шлембергеры наконец-то вот этот вот череночек это белый белого цвета должно быть дал хоть какой-то рост а тут торчало торчало эти две розовые предположительно розовые вовсю растут а этот торчало и безрезультатно тут вот появился ростик у него так поднимаемся выше недавно обрезанный пепремном marble queen так вот смотрите если видно вот тут у нас росточки вот эти все которые торчит это все вот новые росточки пошли некоторые веточки дали по одному пока ответвлению некоторые по два тут вот один вот такой замякуркас прекрасно себя чувствует вот выращивает лист вот там еще один будет и вот тут тоже я заметила недавно что-то он в ударе прямо так переставила сюда на кухонное окно на солнечное цикламен потому что что-то он вообще не растет вообще никак выпустил этот лист и все температура вот здесь такая маленький гордыни и жасминовидные набирают бутончики такие маленькие уже собираются цвести и здесь здесь рядом большая вот у нее тоже бутон вот он один развивается хотя бутонов у нее несколько пока развивается один но я спрашивала у сестры у которой я брала вот черенки у нее материнское растение она сказала у нее тоже так же было то есть получается сначала один бутон развивался потом он отсвел и после того как он отсвел сразу же принялись в рост остальные бутоны ну посмотрим так перестала я поливать же эухарис ну как перестала меньше стало намного поливать его то есть земля вот сейчас вообще практически сухая и вот сразу результаты появились начали лезть новые листочки правда вот вчера мне пришлось обрезать очередной пожелтевший лист но тем не менее что-то растет посмотрим что из этого получится вот пока вот он такой но уже картина более-менее радостная и напоследок моя орхидейка у нее осталось два цветочка она уже пришла было видно что она цветает вот вот и у меня тут такая радость у нее уже вот на днях заметила лезет листик неужели прижилась но ей все равно предстоит пересадка потому что она сейчас вот в таком состоянии у меня честно говоря я даже боюсь поливать потому что внизу мох мокрый а сверху он уже вот совсем сухой тут на днях немного попшикала сверху вот такая радость лезет листик на этом буду с вами прощаться желаю вам тоже чтобы ваши цветочки вас радовали встретимся на моем канале пока-пока